И очень жарко становится в эти дни, неприятно. У всех болит голова, у всех такое тяжёлое ощущение, такая духотища с песком и с жарой. В общем, кому-то из наших старших даже плохо стало. В общем, тяжело. Люди в возрасте это переживают. Ну и мы тоже тяжело переживали. У меня прям два дня болела голова, я мазалась маслами. Олега тоже болела, ему тоже мазалось, чтобы снять эти симптомы. Что ещё тут у нас происходит? Мы изучали с Олегом криптовалюту. Ну и будем продолжать изучать. Понятное дело, что это не такое быстрое занятие. Это целый мир, такой сложный. И вчера уже мой муж купил первую криптовалюту. Биткоины. В общем, свершилось. Надо было, конечно, этим заниматься раньше. Мы уже давно планировали с ним это всё. Типа да-да-да, сейчас-сейчас. Но до этого никогда не доходили руки. Ну знаете, как это обычно бывает. В общем, только-только сейчас, когда уже припёрло, когда реально деньги вложить непонятно куда, где их сохранить. В России сейчас пойдёт бешеная инфляция. Мы там сейчас открыли депозитные счета в банках, но это не спасёт даже от инфляции. И что уж говорить про доходность. Поэтому я хочу сейчас эти деньги вывести из депозитных счетов и как-то более разумно распределить их. Вариантов сейчас вообще, в принципе, немного. И крипта один из вариантов, который сейчас уже не проигнорируешь. Довольно сложная вся эта кухня. Там много подводных камней, много мошенничеств в связи с этим. Много каких-то пирамид, построенных на криптовалюте, где просто деньги заберут и ничего потом. Всё потеряет, всё люди теряют. И никакой доходности вообще с этого нет. Приходят в расчёте на доходность, теряют даже вклады свои. Ну, как всегда, когда какая-то новая схема появляется в мире финансов, инвестиций. Там всегда сначала это очень тёмное дело, нерегламентированное. Но если разобраться, то можно и найти какие-то авторитетные схемы. Крипты надёжные, они более предсказуемые. Может быть, там не будет какой-то такой бешеной доходности, как в каких-то мутных схемах. Но, как всегда, в инвестициях, чему консерватизм и доходность, они как бы взаимозаменяемы. Ну, и что касается крипты, то там даже в консервативной крипте, типа биткоина, эфириума, там и то. Доходность огромная просто. Ну, как бы среди крипты вот эти штуки считаются консервативными. Мы, собственно, пока купили только биткоин. Сейчас можно этими инструментами пользоваться, чтобы переводить деньги за границу. Сейчас, в принципе, по-другому особо много денег за границу и не выведешь, и валюты особо много не купишь. А там есть очень интересные инструменты, допустим, крипты, которые привязаны к курсу доллара и подкреплены долларами. И они такую волатильность имеют, как доллар, точно копируют индексы. Это прикольная история, чтобы делать переводы за границу. Сейчас русским ничего не останется, кроме как изучать крипту. Ну, вот в такой мы сейчас ситуации получились. И может оно и хорошо, потому что крипта — это будущее. Ну, мы с мужем просто такие люди, я думаю, как и большинство, что пока нас не припрёт, мы не начнём разбираться в чём-то. Вот припёрла мы, разобрались. Купили. Теперь дело за малым. Теперь надо больше купить. Больше. Вот, собственно, и всё. Очень интересная эта история. Изучаю. Сейчас специальное обучение прохожу. И мой муж тоже два месяца нам учиться конкретно в этом направлении по криптовалютам. Ну, и я думаю, что без этого теперь никуда. Если человек хочет реально быть финансово грамотным, то это теперь будет как основа финансовой грамотности. Вообще идея сама прикольная очень. Например, идея обойти всю банковскую систему, систему, то, что государство, правительство, оно контролирует банки, банки держат нам свои условия, какие-то комиссии берут, какие-то невыгодные курсы могут назначать, обмен на валют, что-то где-то блокировать и не разрешать проводить какие-то операции. В общем, всё это можно обойти. Такая децентрализованная система. Можно без налогов получать огромный доход, не декларировать его и перевозить за границу. Это всё законно. Это законно. Не у всех стран, но в России это законно. Так что грех не воспользоваться тем, что классное и законное. Главное научиться этим пользоваться. Ой, сейчас хочу. Сама подтвердила свои же слова. Ещё я сейчас очень загорелась идеей запускать ТикТок. Тоже изучаю эту историю, тоже она сложная. Буду выходить через VPN американский, через американскую симку на американскую аудиторию. Я посмотрела. Индусов в Америке больше всего, кроме Индии. В Индии ТикТок запрещен. А вот как раз это будет мне всё на руку. Потому что мне нужна именно европейская аудитория индусов. И либо они сидят через VPN из Индии, либо они находятся в Америке преимущественно. Там, по-моему, я смотрела цифры более двух миллионов, что ли, человек из Индии. Вот. Я буду находиться как бы там, с отдельным устройством выходить. И мой контент, я поняла, что он очень заходит на индийскую аудиторию. И я все эти годы пыталась пихать свой контент на русскую аудиторию. Очень много усилий, мало отдачи. Ну, в смысле, 50 тысяч подписчиков, половина из них и так индусы. А на индийскую аудиторию залетает просто как огонь контент. И чё я парюсь, собственно. Мне же всё равно, кому проповедовать. Чем масштабнее, тем лучше индусы, души в индийских телах так же цены, как и души в русских телах. Так что какая разница, если именно в этом рождении, в индийском теле, им зайдёт это как по массе. Чего, собственно, напрягаться и пихать это тем, кому это нафиг не надо, кто неблагодарен. Ну, как-то, знаете, в России могут не аплодировать стоя. Когда идёт харинама. Иногда, конечно, аплодируют, но редко. А вот в Индии вообще, кстати. Так что чё, собственно, идти сложными путями. Когда есть более простой, я ничего в этом такого не вижу. Знаете, вот у меня есть подружка, ну, как подружка, знакомая одна в Москве. Я ей говорю, вот, у меня там типа плюс 500 подписчиков за сегодня. Я говорю, вот какой-то индийский паблик опять скопировал моё видео, и у них просто там миллионами они залетают. Я говорю, вот, смотри, классно, от них пришли еще 500. Она говорит, ну, это индусы. Типа, как будто индусы это не аудитория вообще. Как будто это такая аудитория некачественная. Какая разница, души есть, Харе Кришна слышит. Вот видите, сейчас кто сидит в эфире, вы видите, что пишут в основном индусы. Они такая активная аудитория. Ну, реально, активная, благодарная аудитория, для которой я просто своим существованием в этом мире, и вот даже без макияжа, просто так сидя что-то, говоря на непонятном вам языке, они все равно ставят лайки, пишут комменты, подписываются. Они вообще в полном экстазе, вон, даже на русский переводят и пишут. Лишь бы что-нибудь, как-нибудь обратить на себя внимание. По 10 предложений выйти замуж каждый день я получаю. Хотя у меня в шапке профиля написано, что я замужем. Почему нет? Почему нет? Моё дело проповедовать, и прекрасно вообще будет это идти без особых усилий. Не нужно будет как-то что-то специально делать, как-то менять свою жизнь. Буду жить той жизнью, которая мне нравится, и это будет огонь контента. Это идеально, мне кажется, просто идеально. Индусы нам сейчас еще поприкупали сары новых на Харинаму. Ну, не только индусы. В основном все-таки это были мои подписчицы, русскоязычные, живущие в Европе и в Америке. Но индусы тоже поучаствовали в этом процессе, что было для меня очень удивительно, потому что сейчас вот с денежными переводами проблема. И я обратилась к своим подписчикам. Многие откликнулись, закупили нам прекрасных сарей на новых Аринаму тур. Я вообще очень благодарна. Вроде такая мелочь, но очень приятно. Я до этого гораздо больше сарей, естественно, купила за свой счет. Годами этим занималась. Но это не было так приятно, как когда нам их проспонсировали. Это прям милое дело. Кстати, в ТикТоке тоже очень хорошая история со спонсорством. Меня она очень вдохновила. Мне тут подружка рассказывала. Она разбирается во всяких этих соцсетях, в отличие от меня. И в блогинге. Она прям блогер от бога. И она мне... Я ей говорю, вот, я ТикТок там завела, уже видео выкладываю. Я вам не буду давать ссылку на свой ТикТок, потому что я хочу именно на индийскую аудиторию его ориентировать. И там важно, чтобы он сам нашел моих подписчиков первых, целевую мою аудиторию. И потом, ну, по принципу и подобию, предлагал аналогичным людям. Кому это реально будет интересно. Просто если вы подпишетесь, он потом среди русскоязычных людей в России будет искать, кому это будет интересно. Это не очень будет интересно. Это будет как мой инстаграм. Как бы, ну, такое. Мне хочется все-таки, знаете, прям боббануть на миллионы. Потому что в Индии, вот, паблик, который копирует мои видео, просто выкладывает мои сторисы к себе в Reels, они, ну, там, некоторые больше восьми миллионов набирают. А, кстати, в американском ТикТоке это будет иметь монетизацию. За миллион просмотров платят где-то 20 евро. Просто за просмотры. И там также есть такие вот прямые эфиры, стримы, где можно сидеть, что-то болтать, и тебе будут донатить, подарки всякие дарить, которые можно потом как бы не выводить. Ну, такие виртуальные какие-то штуки появляются на экранах, и люди эти подарки покупают за реальные деньги. Потом кидают тебе в эфир, они появляются на экране, всякие красивенькие штучки анимированные. И люди просто сидят, спасибо, 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 ой, спасибо, и там прям сыпется, сыпется, сыпется на них деньги. Вернулся. Сигнал пропадал. Всё, спасибо. Надеюсь, больше не пропадёт. Сейчас я посмотрю, что писали на русском языке. Сейчас очень... Уже пишет моя индийская аудитория. Она и раньше была какая-то более живая, а теперь её ещё и больше стало. Раньше было больше по количеству, по статистике. Из России, а теперь, видимо, в России отрубили. Инстаграм. Многие не подключили VPN. И теперь у меня по статистике больше индийской аудитории. Так что теперь вещаем и работаем на Индию. Уже сегодня в бизнес пригласила индусов к себе в Дотерру. Уже много контактов на меня посыпалось, желающих. Пару месяцев назад Дотерра открыла официальный офис в Мумбаи, в Индии. Уже там хороший товарооборот на рынке Индии. Там масла, в принципе, есть в этой культуре. Они используются в Аюрведе. Но хорошего качества масел вообще нету. Я смотрела выступление одного научного сотрудника в индийском теле, который проводил тест всего рынка Индии. Просто скупал масла, смотрел состав. И он сказал, что нет натуральных масел вообще там. Все очень плохого качества. В Индии вообще сделать хорошее производство довольно сложно. Там, ну, так вот все. Непонятно как. И даже если кто-то и пытался хорошее качество делать, то там хорошего качества, я думаю, хватало на три дня. А потом как пойдет. Ну, кто был в Индии, кто жил в Индии, кто сталкивался с этой культурой, понимает, что это просто такой менталитет. И даже в Индии идут отлично масла из Америки, потому что они, американцы умеют сделать стабильное производство, поддерживать хорошее качество. И даже некоторые масла, они производят, добывают в Индии сырье, мяту, лемонграсс, допустим. Потом разливают это в Америке, а потом задорого продают через ДТР обратно в Индию. И это идет. Потому что сами они не могут сделать нормальное качество. Поделитесь, пожалуйста, где вы учились этому с кем? Это, видимо, про крипту. Я в данный момент учусь. Купила курс на ИВ+. Инвестфьючер канал. Мне кажется, ребята там такие обстоятельные. Я им доверяю. Так. Сейчас еще посмотрю. Просит говорить на английском, на хинди, как обычно. Ну вот на английском мне, похоже, скоро придется заговорить. По крайней мере... И какую-то причину называют. Типа у меня нет круга общения, у меня какие-то тараканы в голове. Я боюсь там людям предлагать что-то. Никогда не занимался маркетингом. И что... Ну, в общем, у каждого какие-то свои там приколы, причины. Так, ну что, ну возьми, исправь это. Ну... Вот я, допустим, я не могу, да. Если бы я так сказала, я не могу, потому что я тот. Я не могу вести блог, потому что я боюсь камеры. Я боялась камеры. Я не могла сказать привет на камеру. Вообще ничего не могла сделать на камеру. Ну, взяла, исправила это. Просто потратила силы, время, несколько лет поснимала в холостую каждый день. Ну, вот теперь нормально, спокойно говорю на камеру. То же самое с английским. Ну, не знаю я его сейчас, чтобы вести эфиры на английском. Ну, ничего, через пару лет уже, я думаю, буду только так вещать и проповедовать. Это дело поправимое, так что я точно бы не сидела бы на канарах, если бы не... Если бы так же боялась что-то менять и воспринимала бы просто свою жизнь как данность. Ну, я же не могу, потому что то-то. Исправь, потому что. Это не причина для отмазки. Это просто задача, которую надо исправить. Нет окружения, найди окружение. Боишься чего-то, выкинь это из головы, там, не знаю, сходить к психологу. От работы убери эти тараканы, которые мешают тебе развиваться просто в жизни. Потому что если нет развития в жизни, тупо неинтересно жить. Вот. Я думаю, что перспектив в жизни и для развития очень много. Вот мы сейчас смотрим испанский рынок недвижимости для инвестиций, английский рынок недвижимости для инвестиций. Столько всего есть в мире интересного, куда можно дальше двигаться. А куда вы поедете в новый тур с Харинамой? Эта Харинама приедет сюда из Москвы. Моя группа, с которой я обычно езжу. Вот они уехали, я осталась, задержалась. И как бы они уже вернулись, а я все еще не уехала. И как бы буду их... Еще вчера их тут провожала. Вот завтра уже буду в том же доме их встречать. Как будто ничего и не было за это время. Но тут, конечно, много чего изменилось. И в мире, и в моей жизни много чего изменилось. Во сколько вы сейчас встаете, и как повторяете джапу? Поделитесь, как рано вставать. О, ребята, это вообще... Я в последнее время стала спать еще меньше, потому что я прошла какую-то эзотерическую штуку. Мне выправили осанку. Это было очень странно. Типа за 30 секунд какой-то мистической процедуры. Я пока не могу это никому рекомендовать. Мало очень времени прошло, потому что это произошло на этой неделе. Я узнала об этом. Утром, днем я уже это сделала. И потом просто наблюдала результат. И действительно я вижу это. То есть раньше, когда я стояла в расслабленном состоянии, я была очень сутулая. Это было всегда у меня с детства диагноз кифоскалиоза второй степени. То есть если мне нужно было распрямиться, даже вот при всем желании, знаете, у меня просто спирала дыхания, я не могла так стоять. У меня начинала болеть спина. Но все органы были как-то сделаны по сутулости внутри. И позвоночник искреблен во всех плоскостях. Вот. Что-то какое-то мне сделали. Такую мистическую штуку-дрюку. Я заплатила за это денег. Не знаю, почему вот что-то, знаете, в сердце отозвалось, что типа давай. Потому что я чувствовала всегда, что это что-то мне мешает. То есть я делаю какие-то упражнения на санку, покупала какие-то курсы. Вроде как мышцы нормальные. Ну вот комфортно вот так. Я чувствовала, что это что-то психологическое, что-то. В общем, непонятно. Что-то мне мешало. И я вот подумала, что какая-нибудь такая эзотерика мне поможет убрать вот этот блок. И действительно, действительно для меня теперь нормальное, спокойное состояние. И это ровная спина. Я в шоке. Я в шоке. Я пока еще не до конца это все проанализировала. Потому что первые два дня мне тупо было физически плохо после этого. Я еще даже отзыв на сайте не оставила. Должна еще оставить отзыв. Надо посмотреть. Но судя по тому, что было обещано, это раз и навсегда. Эта процедура проводится один раз в жизни. И потом всю жизнь у тебя ровная спина после этого. И через какое-то божественное подключение с духовным миром. Ну, я еще и меньше спать стала. Я и раньше что мало спала. А теперь совсем, знаете, я там пару часов среди ночи сплю. Вот теперь еще есть время монтировать видосы. Вы, наверное, заметили. У меня появились монтированные видосы от Харинама. Я Харинамлю последние лет 8. И до этого у меня руки не доходили. Потому что монтаж это очень много времени. Это вот несколько часов на короткий видеоролик надо потратить. Теперь у меня появилось еще несколько часов. на короткие видеоролики. Потому что я еще меньше стала спать. Ура! Джапл мне сейчас нравится повторять днем. До этого я всегда повторяла. Много-много лет повторяла утром. Но это было из расчета, что мне никто не мешает в это время. В 4 утра вставала и никто не мешал. Сейчас утром не очень клево, потому что мне тут нравится гулять во время мантры. А я сейчас живу на горе и утром там темно, там нет фонари вообще, полная темнотища. То есть особо не погуляешь. Я живу на такой вилле и вокруг сотни гектаров собственной земли, собственными садами. И просто страшно ходить там без фонарей. Там горы, неровная местность, не везде асфальтированная. Поэтому я теперь жду рассвета, вот монтирую видео с утра, потом уже читаю мантру. И прикол в том, что я могу это делать днем, и мне никто не мешает. Я просто оставляю телефон дома, иду. И там нету вокруг, во-первых, это вся территория огромная моя, ну, как бы, это территория того дома, который я сейчас арендую. Во-вторых, там нету соседей вообще. То есть ты не увидишь тот дом, где живут соседи. Никто даже из окон на тебя смотреть не будет. И это... У меня такого никогда опыта в жизни не было. В такой жизни. И я никогда не думала, что мне это может понравиться, что вообще такое бывает. И сейчас я очень сильно этим прониклась. Я теперь понимаю, что, ну, я готова работать, прикладывать какие-то усилия, чтобы жить в таких условиях, чтобы, ну, был какой-то личный сад для мантры медитации. Личный парк. Сейчас там реально улицы, скамеечки. Это все на территории моего дома. Это стоит безумных денег. Я понимаю, что это... Ну, чтобы такое иметь в собственности, Это миллионы евро. Миллионы евро. Но это... Я теперь понимаю, зачем это нужно. Такое уединение. Такая мантра медитации. Просто удивительно. Раньше я тоже вставала рано утром, ходила по берегу океана. Мне нужно было это сделать до рассвета, чтобы никого не встретить, чтобы не было людей. Но даже там единицы людей встречались, и это уже отвлекало. Меня это отвлекает. А так классно вообще. Никого. Хочешь туда пойдешь, хочешь сюда пойдешь. У меня там есть любимые сады на территории, нелюбимые сады. В любимые хожу, в нелюбимые не хожу. В общем, потрясающе. И я поняла, что это, ну, счастье само по себе. Вот этот вот контакт с природой, это счастье. Там есть огромное дерево, которое сыпет цветами фиолетовыми на дорогу. И каждое утро вся дорога усыпана этими фиолетовыми цветами. Там есть сады из манго, которые сейчас спел. И сегодня утром я, по-моему, 4 или 5 манго сорвала и съела на завтрак. И я поняла, что мне надо жить с садами, где я буду медитировать, и где будет расти манго, который я буду есть. И то вообще это счастье. Мне такая форма счастья нужна и подходит. Вот. Ну, мы сегодня вот с девушками готовили на кухне, которые сюда ездят зимовать каждый год на 4 месяца. Они живут в Швейцарии, в Швеции они живут. И приезжают сюда каждый год на зимние месяцы. Вот сейчас они уже уезжают. И мы с ними общались сегодня. Они говорят то же самое. Все единогласны. Медитация в присутствии большой воды – это другое дело. Не нужно вообще напрягаться, там что-то ум контролировать. Спокойствие полное. Но вода, она так расслабляет. Это сразу ум спокойный, сразу все хорошо. Ум спокойный, расслабленный. Ну, нам подходит. Я не знаю, всем ли это подходит. Но вот мы все сегодня сказали свое мнение об этом. И все сошлись единогласно, что медитация здесь – это просто красота. Очень благоприятное место для духовной практики. Мы еще с ними обсудили, что здесь гораздо больше служений, духовной практики. Все в этом плане гораздо более насыщенное, чем у меня, допустим, в Москве было, и чем у них в Швейцарии. Я в Швеции путаю эти страны, хотя они совершенно друг на друга не похожи. Просто на шею начинается. Так, сейчас посмотрим еще вопросы. Так что медитируй. Идешь вслух, читаешь громко, вслух. Никого вокруг нет. Вообще об этом не думаешь, что кто-то где-то может появиться. Никто не появится. Это частная территория. Представляете, парк. Парки, сады в частной территории. Просто невероятно. И еще такой панорамный вид с террасы на океан. Можно ходить просто по кромке этой террасы, и у тебя будут пальмы перед океаном. Просто. Сейчас вообще у меня нет слов просто от той жизни, которая сейчас у меня произошла нежданно-негаданно. Мы с Олегом уже это обсуждали. Я такая, господи, как мы будем жить дальше после того, как мы попробовали на вкус уже вот такую жизнь. Как мы вернемся к чему-то такому простому. Он такой говорит, я вот тоже, когда водил Мерседес, у нас же в Москве такой, мы купили автобус, микроавтобус Мерседес. Он тоже, когда его водил, кайфовал. Говорил, что даже если весь день за рулем, спина не болит. В общем, он очень такой комфортабельный. Все его так хвалили. Мы его купили специально, что преданных на коренам увозить. И все преданные были просто в восторге. Олег там устроил просто такой сервис. Там, знаете, на каждом ряду торчат такие специальные зарядки для телефонов. Нам много-много шнуров для разных телефонов. Там все садятся и вот этот Мерседес подключают свои телефоны. И все говорят, что это вообще просто рай на земле. Мы там катались, все пробки собирали. И только рады были от того. Набирали там каких-нибудь чипсонов, квас, уехали часами по Москве, собирали пробки и были в экстазе все от этого времяпрепровождения в Мерседесе. И вот Олег сказал, что очень, ну как бы, он боялся после Мерседеса пересаживаться на какую-то другую машину, потому что понятно, что после Мерседеса уже ничего другого не захочется. Но тут мы ездим на Тарантайке, на такой старенькой. И он говорит, что я даже уже к этому начал привыкать. Так что это к тому, что как-то жили до этого без виллы, с собственными садами как-нибудь и потом. Справимся, если их больше в нашей жизни не будет. Вот. Сейчас мне уже Олег говорит, что нужно бежать. Мы, говорит, минут семь есть, пока машину подгонят. Лучше не звонить, эфир собьется. Короче, что я хотела сказать. А, у нас сейчас на Махата приехал Махарядж Саньяси. Он тут главный по Испании. Он здесь в GBC. И он просто святой человек. Я уже как-то о нем рассказывала. И Дуданда-то с вами его зовут. И он в 15 лет убежал из дома родительского в храм Кришны. Начал там жить. И сейчас ему, наверное, уже лет 65. Ну, так вот, на вскидку. Я не знаю, сколько точно. 59. 59, я подсказываю. Вот. Ну, то есть он всю жизнь прожил в сознании Кришны, в Саньяси. Видимо, он на Истаке Брамачаре. Святейший, просто святейший человек. И сегодня мы идем в гости к Индусу. Его супруга из Венесуэлы. Она его ученица. И у них такой гостеприимный дом. Я тоже показывала в сториз, там, где мы все были обмазаны красками. Это мы к нему в гости в прошлый раз пришли. Он нам в холле устроил. Вот так вот просто. В лицо. И сегодня вот приехал духовный учитель. И он будет давать там лекцию. Мы будем петь киртан. Они нас будут просадом. Просадов там всегда очень много. Очень гостеприимная семья. Там пожилые родители живут. Там у них вообще как на ротхакунде атмосфера. У родителей такой всеверующие. И большие божества стоят. Куча алтарей. Просто куча мурти. Все всем поклоняются. Постоянно только дело, что поклоняются. Это у них просто в крови. Во сколько вы сейчас... Так, это я прочитала. Сейчас следующий вопрос. Какая твоя любимая религиозная песня? Мне очень нравится. Могу спеть. Сейчас, если больше вопросов не будет, то я еще и спою, порадую. Индийскую аудиторию, которая сидит в экстазе, пишет комменты и ничего не понимает, что тут происходит. Давайте. Исполни. Стесняюсь. Харе, хари, бипале, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вом понравилось Я чувствую это тема Ну все Спела даже Успела спеть На все вопросы ответила Вроде даже все рассказала Так что все Сейчас буду активней В соц сетях Надеюсь что жизнь позволит Не будет больше особо никаких экстренных дел срочных которые будут требовать заключения и решения что будет время как-то двигаться в этом направлении мне будет обидно, если я этого не сделаю в этой жизни, состарюсь, умру и так и не воспользуюсь теми данными которые мне Господь дал чтобы занять их в служении Ему конечно, на кухне пребывать это, конечно, хорошее дело но проповедь, массовая проповедь я уверена, что Господу понравится куда больше все всем пока